Рада всех приветствовать на канале Цветочная Палитра. С вами я Галина. Сегодня я хочу вам показать урожай, в кавычках, от падалицы, от сорта Шарвари-Пирожка. Это замечательный сорт, и если я буду заниматься дальше картофелем, то, конечно, он останется в любимчиках. И, надеюсь, я его смогу размножить. Значит, что получилось. В прошлом году я его выращивала, и у нас осталась падалица. Честно сказать, так тщательно мы копали, но, как видите, кое-что все-таки не выкопало. На этом месте росли в этом году огурцы, и была эта картошка частично поливная. Поэтому получились вот такие гиганты. Вот такие вот гиганты, огромнусы. И что хотела еще сказать про этот сорт. Вот знаете как, у меня получилось, это две посадки было, вот случайная падалицей, и уже строчный метод, самый обычный, не поливной. И там картошка была вот примерно таких вот размеров средних. Была хорошая картошечка такая, был семенной материал, вот как бы чуть меньше, да, вот такого. И хочу сказать, что ее можно выращивать и самым обычным методом без полива. Тоже урожай у нее хороший получается. То картошку, которую мне прислали под названием Сарпа Мира, это, конечно, было не Сарпа Мира. Но я не сочла его достойным сортом, чтобы он оставался в коллекции, и я его полностью убрала. Первый заболевает фитоавторой, к сожалению, отправляла его на юг к своей маме, тоже отказалась от него полностью, сказала горох горохом. В общем, никакого урожая от него не получается. Вот такие дела. Сейчас уже идет у нас последнее снятие томатов. Так жалко, у нас две ночи мороз, ну, заморозок на почве. Все почернело, все свернулось, и мы решили снять томаты. Несколько ящиков зеленых томатов, где-то 9, и теплица полностью забитая еще хорошими томатами. А вот он, последний сбор арбузиков. Не знаю, что из этого получится. Это последушки такие маленькие, никакие, разноцветные. Пару штук отдавала своим козюлькам. И, как ни странно, вы знаете, они были насыщенного красного цвета внутри, насыщенного желтого. Так что я очень даже пожалела, что отдала таких малышей. Вот буквально мячики, как вот там, я просто не дотянусь. Вот там вот такие маленькие, чуть больше теннисных мячков. Вот такие арбузики отдавала, и они были полностью вызрелые. А вот эти, не знаю, будут они вызревшие, не будут. Но на следующий год буду обязательно сеять арбузы. Приготовила уже место для бахчи. Вам покажу обязательно, потому что место для бахчи устилаю соломой с сеной с подкос. Это, то есть, представьте, это и мульча, это тебе и удобрение. В общем, надеюсь, что будет хороший результат. И сеять я буду не прямо в грунт, как в этом году, а только через рассаду. Только через рассаду. Все-таки, знаете как, весна этого года и лето этого года показало, что не стоит надеяться на русский авось. Продолжала сейчас сбор семян цветов, сбор семян с томатов различных. Сейчас вот новиночку вам покажу. Такой классный томат. Ой, Люси какая-то там. Люси, я его еще не пробовала на вкус. Сейчас скажу. Так, Люсиль Тильсон рос этот томатик у меня в теплице. Ну, очень красивый. Такой розово-красный, сердцевидный. И вы знаете, что интересно, очень долго лежит. Вот я его сняла уже, наверное, недели полторы назад. Он как был, так и остался. Я бурелыми не снимала. Ну, здесь вот есть, допустим, там где-то, вот может пальцем брала вмятинка. И все. То есть, для розового помидора лешкость, это тоже очень немаловажный фактор. Потому что они, как правило, не лежат. Вот такое сумбурное видео. Очень хотелось показать вам вот этот вот урожай. Это, собственно говоря, три куста я выкопала. Может, там еще что-то осталось под низом. Потому что картошка-то ушла у нас глубоко. Из-за того, что был насыпан слой новой земли в эту гряду почти 20 сантиметров. Поэтому выкопала я все, не выкопала я понятия не имею. Может быть, на следующий год я буду опять ждать шарваре-пирожка. Кстати, в этом году тоже шарваре-пирожка была посеяна у меня мелким семенем. Ну, мелкой картошечкой. Вы знаете, очень хорошие, интересные получились результаты. Вернее, не картошечкой. Я ее сажала отводочками. Отводочками. Вот, может быть, кто со мной давно, он видел. И у меня получились маленькие чистые картошечки. Просто загляденье. Я их уже закопала в грунт. И они там будут у меня как бы зимовать. Потому что я такие картошки дома не сохраню никак. Ни при каких условиях. И даже в погребе, тот, который погреб у нас имеется, вряд ли они сохранятся. Слишком малы. А так, сейчас закопала где-то на глубину сантиметров семь. И все закидаю обрезанной травой. Вот это, знаете, замульчирую посадочки. Я думаю, что картошка без проблем сохранится в таких условиях. Ну, вот, собственно говоря, и все. Всем желаю очень теплой осени. Хотя уже у нас, вот как я уже сказала, два дня заморозок на почве. Убил все. Но, тем не менее, будем надеяться, что сентябрь подарит нам теплые денечки. И пусть в душе у нас тоже будет тепло и прекрасно.